Рабочий вторник Станислава Воскресенского прошел в Тейковском районе. Как правило, знакомство с муниципалитетами не обходится без посещения медучреждений. В поликлиниках все как на ладони. И о грехе в организации работы и пациенты всегда готовы высказаться. В Тейковской ЦРБ главу региона местные жители фактически атаковали. Атмосфера плохая, терапевтическое деление. А в чем плохая? А они все зазнались. Все у себя, кого я поставил. Ищенева, и там, и задворного, вот главный врач. Придешь обращаться, они скрываются, причины находят, уходят куда-нибудь. Здравствуйте. Уходят куда-нибудь. Я уже хожу сюда 10 лет. Поликлиника обслуживает почти 36 тысяч населения. В штате 18 врачей и 37 человек среднего медицинского персонала. У нас специалисты узкие, стопроцентные. Все у нас полностью комплектовано узкими специалистами. У нас немного не хватает терапевтов. Да? Да. Мы работаем, мы делаем целевые договора, платим стипендию. Поликлиника располагается в административном здании хлопчатобумажного комбината с 1928 года. По ремонту эти старые стены явно истосковались. В 2011-м даже сделали проектно-сметную документацию. Тогда на то, чтобы привести медучреждение в порядок, требовалось 25 миллионов рублей. Теперь ПСД неактуально. Ремонтировать все здание уже нет смысла, потому что мы постепенно все равно пытаемся что-то отремонтировать. Ремонтируем кабинеты. Вставили пластиковые окна. Ремонтируем кабинеты маммографии. У нас отремонтировали рентгеновские кабинеты. То есть уже какие-то вложения есть. Самое главное – это сейчас сделать инженерные сети. То есть это тепловые, холодная и горячая вода, которые с 1937 года не ремонтировались. Когда в регионе проходила модернизация здравоохранения, в Текове отремонтировали детскую поликлинику и женскую консультацию. А на это учреждение денег не хватило. Станислав Воскресенский попросил предоставить смету хотя бы на те работы, которые откладывать уже некуда. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейково.